Привет тебе, Олен. Сними очки. Хочу видеть твой взгляд ясный, потому что свет в глазах смотрящего, как сказано. Тоже шикарная у тебя картина. Ты сколько времени её писал? В данном случае меня посетила муза. Буквально за неделю. За неделю. А я эту картину наслаждения шампанским за один вечер. За один вечер. Видишь там пузырьки газа, там вот это самое. Сейчас же он. Убери руку. Убери руку. Потому что там ты заслоняешь своей рукой художника и психолога. Объектив камеры. Я хочу тебе сказать. Ты же будешь у нас на вебинаре омоложениях. Как помолодеть? Конечно. Чтобы все видели, какой мой сылин, какой мой сын. Вот такого роста. А мой внук вот такого роста. А я такой маленький. Старенький. Чтобы все видели, что я молодею тоже. Между прочим. Конечно. Касай Магомедович, мы на вебинаре запустим общий процесс омоложения. Ну так это естественно. И все похорошеют тут же. Ну подожди, ты и так хороший. Слушай. Не, все. Я про всех сразу. Ты про всех. Это понятно. Понятно. Я там одну секретную версию вам расскажу. Очень секретную. Потому что я над ней думал на много лет. И вот недавно мне говорят, а почему вы с каждым разом все моложе и моложе, потому что они просматривают видео еще советского времени, советского союза, когда я на центральном телевидении показывал программе «Помоги себе сам», которая взлетела, стартовала с метода «Ключ». И много лет Анатолий Алексеев, мой друг, который ее вел «Помоги себе сам». Да, и много лет. И потом со спутника вел, там и в университете вел. Но она же такая долгая. И Толе большой привет. Все-таки «Помоги себе сам» это серьезное дело. Конечно. Хасай Магомедович, одну секунду. Дело в том, что у меня вышло окно, и я вас не вижу. Мне надо куда-то нажать. Чтобы я куда-то нажал, мне надо одеть очки. Вот это написано, что вы записываете. Записываю. И вот передо мной полэкрана стоит, как ее убрать я хочу. Да может быть, не надо тебе убирать. Ну я же не вижу. Вот я тоже надел очки, видишь, у меня очки лучше, чем у меня. Я вас, Павел, не вижу из-за нее. Ну ладно. Ну вот, 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 все, сейчас буду видеть. Пошло. Вы не давали нажать, не давали очки. Я про тебя сейчас рассказывать не буду, достаточно сказать, что ты был пограничник, что ты психолог, что ты ездил со мной готовить военный персонал к подъему атомохода курс, что ты ездил в Беслан, что мы выводили из острого стресса и взрослых, и детей после терактов, что мы ездили в Киздар, что мы в Каспийске работали после взрыва дома пограничников и так далее. И ты картины еще рисуешь. И самое главное мне сказать и напомнить тем, которые не знают, что, когда я тебе сказал, Ален, давай через год выставку сделаем, а ты говоришь, папа, мы же рисовать не умеем. И мы сделали потом выставки, и я член Союза художников, и ты член Союза художников. Когда у тебя была... Когда у тебя последняя была выставка? Да не последняя, а очередная выставка у нас с вами была не персональная, а общая, но это было на этот Новый год, Сосай Магомедович. Да, вы забыли сказать, что я ваш любимый сын еще. Я в елки-палки, но я... Да, вы забыли, ничего себе, ничего себе. А вот потом... У меня для вас, для самого стресс-устойчивого человека, есть стресс-тест. Можно заменить сейчас? Вы готовы? Давай. Не, ну это серьезное дело. Но только побыстрее. Ну только недолго, Лен, ну только недолго. На пять секунд. Итак, стресс-тест готовы? Давай. Раз, два, три. О, Шелина! Ты как туда попала? Ты как туда попала? Я просто поражен. Это наш телевизор волшебный. Это фантастика. Ну вот я вам говорю. На каком уровне вы сейчас пошли? Ну я в елки-палки. Это невероятно. Слушай, как будто... Веселые волшебники. Веселые волшебники. Не, ну ты посмотри. Шайдор, ты когда туда пролетела? Я просто удивлюсь. Слушай, короче говоря, если ты на самолете, уже прилетела в Махачкалу, уже ты там, а я в Москве. Короче говоря, мы все вместе будем участвовать на вебинаре. Ну да? К сожалению, я откажусь. Почему? Потому что я в этот момент буду лететь в Москву обратно. Я за нее скажу пару добрых слов. Ну, Ален, скажи. Пару добрых рекомендаций. В вторник как раз в это время я лещу обратно. Это бабушка. Это бабушка моего правнука Максимки. Это бабушка. Это можешь посмотреть? Бабушка. Психолог. Психолог. Шейла. Ален тоже дедушка. Только он дедушка двугородный пока. Да. У меня есть внучатый племянник. Да. Так что мы все в детстве. Макс, слушай, я просто хочу сказать, что мой внук Шамилька на три головы выше меня. И когда Ален стоит. Не, я стою, потом Ален стоит такой высокий, а потом Шамиль стоит до потолка. И вот этот ряд преемственность поколений. Это удивительно. Да. И смешно он с другой стороны. Ну, раньше вообще все были маленькие. Я, между прочим, когда в школе учился, не такой маленький был. Да. Не, нормальный был парень такой. Говорят, что коренастый. Так ты еще нормальный парень. Это мы просто чуть-чуть. Да. Это очень интересно. Это очень интересно. Слушай, Ален, у меня к тебе просьба. Я так люблю эту картину, где Шамилька когда был маленький. Я ему подарил эту картину. И там мы с ним вместе сфотографировали. Ну, то есть я сфотографировал. Так называется «Свидание у забора». Покажи. Да, ну, у меня здесь под рукой показатель. Покажи, покажи. Я так люблю эту свою картину. Покажи. Некоторых любимых картин. Вот здесь она у меня одна. Я как раз готовлю новую стену, чтобы их вывести. Вот, хотите другую тоже покажи. Ну, лучше одну. Да, 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 «Свидание у забора». Какая картина. А вот там птица сидит на ветве, на ветке. И смотрит на них. А у девочки какое лицо, какое личико, мальчик с розочкой. Да. Ну, вообще, говорят, какие у меня картины и какие названия. У картин «Свидание у забора». Да. Очень хорошо. Главное, сейчас ее специальное место готовим, чтобы подсветка была. Чтобы она еще заново засияла и засверкала. Да. И птичку, чтобы видно было. Вот, слушай, когда мы в Москве вместе жили, Шейла, Гретка, дочка моя, Гретка была маленькая, и я рисовал, 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 а потом Гретка пришла и говорит, дедуля, что ты делаешь? Я говорю, рисуй. Она говорит, да, мне кисточку взяла и раз, 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 и нарисовала картину, я потом неделю не мог рисовать. Я думаю, если дети так рисуют, слушай, зачем ей столько времени не тратить? Она нарисовала довольно-таки большую картину, причем там нарисовано небо и море. Это огромное количество работы. И эта картина как раз пришла в 3 сентября. И солнце наверху, она до сих пор у нас висит дома, конечно. В Москве. Это была здоровая. Ну, у нее просто художественные наклонности, поэтому она... У нее девушка, у нее папа художник. Не, я никогда художником не был, я никогда художником не был, но меня потом приглашали, я в Академию Искусства, учеретели, на Президиуме, делал доклад, что мы можем обучать людей снимать зажимы, нервно-мышленные зажимы и раскрепощаться. И для художников тоже это важно. И показал ему картину, мальчик-птицы на фотографии. Правда, черно-белая фотография тогда была. И он всему Президиуму показал, говорит, хороший рисунок. Да, и потом пригласили меня там в институт, чтобы я там доклады делал для студентов, но там получилась вот эта перестройка происходила, никак это не вышло, но не важно. Ваму, слушай, ты лучше коротенько расскажи, пожалуйста, что будет на этом вебинаре, что ты там будешь давать. Ну вот тезисно так вот. Тезисно я буду давать самые секретные приемы, как помолодеть. И похорошеть же, да? Ну это естественно. А там внутри и внешне? Ну красивые. Ну что, не видно по мне, что я такой красный молодец? Ну еще, и по нас. А по моим детям не видно, что ли? Только вы не подумайте, что я вас использую. А как это мы можем подумать? Потому что творческое сотрудничество. Это синергетика молодости, это вулкан молодости, это счастье родителей, когда родители и дети занимаются любимым делом. Правда, много бывает конфликтов. Шейлоса еще время спорит. Шейлоса со мной все время спорит, потому что она меня все время перегоняет. Я перегоняю. Ну ладно, ладно, не будем больше об этом, обо всем. Семейные дела, не будем выносить мусор, как говорится. Нет. Да я шутник, я же всегда шучу. Я от Олены научился. Олен же не просто шутит. Понимаешь, как он шутит? Я тебе сейчас скажу. Как погода, однако, кстати, между прочим. Понимаешь ли? Понимаешь ли? Ну ладно, я вас обнимаю, друзья. Но вы мне подарили сегодня большой праздник. Дей Богу, я не ожидал, что Олен мне такой сюрприз сделает. Ну да. Мы ждем выпить. Будем молодеть. На глазах. Другие картины тоже покажешь в следующий раз. Давайте. Обнимаю, обнимаю. Потом поговорим. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok